Современное российское телевидение стало ареной для лжи, где практически не осталось В чистом виде ни развлекательных, ни познавательных программ Противостояние между Западом и Россией продолжается Может быть в тюрьму у кого-то дела возбудили Верховный главнокомандующий России не может не напоминать время от времени всем, что Россия ядерная держава Теперь круглосуточно на голубых экранах воцарилась сплошная кремлевская пропаганда Которая пропитала даже те шоу, в которых политики быть не должно Двухминутки ненависти, анонсы новостей появляются во время капитал-шоу «Поле чудес» В так называемых стирках Андрея Малахова, ледовых шоу и еще десятках, на первый взгляд, вполне безобидных программ Один мотив, одна мечта, одна задача Даже за барабаном у несменного Леонида Якубовича Каких-то пару месяцев назад обязательно разыгрывали призы так называемые беженцы из Украины Там же не обходилось без прославления, как людей в форме и погонах, так и путинских дружков с уголовным прошлым Вот вы уехали из Донецка, вы сейчас где живете? В Санкт-Петербурге Но у вас квартира, вам дали квартиру какую-то? Да, нам Пригожин Евгений Викторович подарил небольшой красивый домик И все же тяжелой артиллерией пропаганды остаются Соловьев, Киселев, Скобеева и им подобное 60 минут, о самом главном, здравствуйте Мне понравились претензии, которые мне были предъявлены, что я пропагандист Хотя что это такое, не очень понятно, учитывая, что у меня выступают представители разных взглядов А главное, что я награжден орденом Александра Невского Я тоже, а не по этому принципу, видимо, собирать Ну, наверное, да Партина Загнивающий Запад, снова в удар Все, ***, взяли бокалы Заморожены мои активы в Италии Та самая вилла, которую я купил честно, на декларированные средства, в прямое, оформив на себя Тем самым показываю, не, надо было и хитрить, делать левым образом Как они понять не могут, что вы же нас в себе разочаровываете Это попадет в китайскую зону оккупации, китайские товарищи вам вернут По законам жанра ток-шоу, звезды пропаганды, в свою очередь, не могут накалить дискуссию до нужного градуса абсурда Без правильных гостей в студии Благодаря которым разговор можно всегда направить в нужное русло ненависти к Украине, странам Запада и несговорчивым с Кремлем политикам Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть нацифицированы То есть быть уничтожены Призывы к массовому уничтожению украинских граждан хоть пока и не звучат от первых лиц России, зато здесь являются вполне допустимыми Гости пропагандистских шоу всеми силами стараются легитимизировать военные преступления российской армии в Украине Сразу после распада Советского Союза во всех абсолютно бывших союзных республиках, кроме России, к власти пришли люди, ну скажем так Или откровенно оголтелые националисты и русофобы, или использующие эту тему в каких-то своих, так сказать, целях Балгарность пропаганды, потому что она такая таблоидная В 2014 году произошла определенная революция Главным инструментом стали не новости, а политические ток-шоу Если раньше самыми популярными ток-шоу это были шоу Андрея Малахова и подобные им, с детекторами лжи, с чем-то таким То были запущены политические ток-шоу, которые сами оказались на уровне программ Андрея Малахова Где свои гогены солнцевые, где свои клоуны, которых нужно вышвыривать из студии, где какие-то идиотские конфликты И зритель, он также начал воспринимать политику, как будто бы он смотрит программу «Большая стирка» Несменные гости пропагандистов сознательно закрепляют и утверждают как норму в России аморальную и лживую риторику Когда говорят об российской оккупации Украины, это вообще полная глупость В действительности Путин дал Украине второй шанс Ну очевидно же совершенно, что шанс на независимость То той России, которая была, особенно в 90-е годы, когда мы катились в кубарь, непонятно куда Ее нет, не существует, никогда не будет существовать Это очень большой урок для тех на Западе, и не только на Западе, да и на Востоке тоже Кто считает, что Россию можно не слушать и воспринимать все, что говорит Москва, как блеф Эти профессиональные и циничные вещатели полуправды озвучивают массам единственно допустимую позицию Кремля Когда официальным рупором лжив про войну стал генерал Коношенков Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины Мирному населению ничего не угрожает Все другие точки зрения обрели в России статус уголовно наказуемых, а пропагандисты получили карт-бланш на бронье и полную свободу действий Так внезапно убивать жителей Бучи, по версии гостей, ежедневные программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» стали свои же украинцы из терробороны Когда мы говорим о людях со связанными руками, то тут я действительно допускаю, что те же тербаты могли устроить расправы Вы говорите, кто-то снимал, так снимки есть, масса снимков есть, а США этот пресс и других агентств, которые фотографировали эвакуацию из Бучи Абсолютно нормальным также считается оправдание ракетных атак на гражданскую инфраструктуру Украины Как только огромное количество этих людей окажутся без газа, света, воды и канализации, настроения в этой стране начнут очень быстро меняться Я уверен, что это надо будет делать в марте и в апреле, а не сейчас В этих студиях собрана так называемая элита России, как правило состоящая из профессоров, докторов всевозможных наук и экспертов чуть ли не мирового уровня Китай сейчас в стратегическом плане, буду утверждать, он не сможет противостоять Соединенным Штатам По своей ядерной триаде Китай уступает, серьезно американцам уступает О, вот этого-то я и боялся При этом весь этот бомонд не считает зазорным оскорбления и драки в студии Для этого приглашают специальных мальчиков для битья В первый день полномасштабной войны новая реальность началась и у российских пропагандистов, которым предстояло заставить россиян поверить в абсурд о ядерных амбициях Киева Запугать выступающих за мир соотечественников, успокоить колеблющихся басней про 8 лет уничтожения Донбасса И объяснить, почему Путину не оставили выбора западные страны Что чувствуют сейчас жители Донецка? То есть, с одной стороны, сегодня тише не было Сегодня там грохотало довольно сильно В горловке жуткие прилеты на самом деле Но при этом все равно все понимают Вот этот день настает Вот завтра, послезавтра Вот фронт откатится на запад И, наконец-то, люди смогут жить Не на линии фронта Прошло почти полтора года И у жителей Донбасса изменилось все, кроме линии фронта Путинская авантюра привела к тому, что практически весь регион превратился в лунный пейзаж Тысячи людей потеряли своих близких, остались без крова Многие бежали преимущественно в Европу Ну, я уверен совершенно, что к середине лета этого года Вот эта решающая игра ва-банк на данной стадии будет сыграна в нашу пользу А что такое в нашу пользу? Это, конечно, в оптимальном варианте Это вся левобережная территория бывшей Украины Ну, а на юге, естественно, это плюс еще, поскольку это уже на том берегу Это, конечно, Одесса-Николаев с выходом на Проднестровье Это создаст оптимальную позицию для переговоров Для нас особо важно юго-восток Украины Нельзя туда уходить Все, в какой форме это будет присутствие Присутствие дружеского государства, нескольких государств Или со временем, может быть, эта территория изъять желание войти в состав России По сути, вернуться в состав своего государства Но эту территорию нельзя отдавать ни в коем случае После подрыва Крымского моста, по которому Россия наладила переброску тяжелой военной техники в Украину Пропагандисты вели себя как персонажи из старого анекдота А нас за что? Они одобряли так называемые удары возмездия по пешеходному мосту, паркам и детским площадкам в историческом центре Киева Возникает какое-то чувство удовлетворенности того, что безнаказанным выходка с Крымским мостом не осталась Пропагандисты продвигают людоедские тезисы о том, что вполне нормально регулярно уничтожать дома и морить холодом население Украины Это должно стать ежедневной практикой Вы не хотите, чтобы они мерзли, тогда они не поймут, что такое война Пусть миллионов 5-10 отправятся в Европу еще сейчас, перед зимой Европа очень любит украинцев Она очень ценит украинскую демократию Пусть она примет еще 10 миллионов украинских беженцев Тогда ход боевых действий, если говоря, начнет меняться Эти слова одного из соведущих программ Соловьева Сергея Михеева воплотились в жизнь Теперь Россия подла, по ночам Выпускает десятки ракет и ударных беспилотников по украинским городам, терроризируя миллионы граждан Украины Вроде бы нужно пожалеть жителей Киева, но не поднимаются эти эмоции Чтобы жители Киева хотя бы примерно почувствовали в массе своей то, что жители Донецка чувствовали Но там просто нужно все разбомбить, там все площади Не нужно рассчитывать на то, что настроение тех, кто на той стороне живет на Украине Изменится в нашу сторону Этого не будет Обстреливая мирное население украинских городов, Россия всему миру доказала, что она террористическое государство При этом гости пропагандистских шоу даже не допускают мысли об аналогичном возмездии Право на насилие может быть только у старшего брата Почему не глупануть по местам в ходу вооружения? Вот там в Польше есть, где там еще? В Румынии у них есть базы Ну давайте уж в прямую, ну чего стесняться Володь, да слушай, в Брюсселе 12 числа соберутся министры обороны НАТО Давай по ним долбанем сразу Они сейчас там будут принимать решения Отличный вариант, но может тогда еще дальше? Там Рамштайн еще есть И дальше еще можно, там еще Вашингтон есть Так кто же такие гости пропагандистских программ на российских телеканалах? В основной массе это высокопоставленные бюджетники, которые напрямую зависят От путинского финансирования Эти так называемые политологи, научные сотрудники, преподаватели вузов и обозреватели Как перелетные птицы порхают с одной программы на другую, рассказывая одно и то же Они постоянно в рот, вот тоже здесь прозвучало, что там Путин браться этим ядерным оружием Я не могу ни одной фразы Путина воспроизвести за последние месяцы, да и года То есть, конечно, изредка он об этом напоминает в соответствующем контексте Но чтобы он, Путин, да и Шойгу, или Лавров, или представитель правительства Угрожали применением ядерного оружия, этого не было Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства Это не блеф Мы свои танки к их границам не посылаем Но у нас есть чем ответить И применением бронетехники дело не закончится В споре рождается истина, это точно не про них Гости пропагандистских программ, устраивая балаган, создают имитацию оживленной дискуссии с разными точками зрения На самом деле большинство спикеров, как и сами ведущие, придерживаются кремлевских методичек и жесткой цензуры Я совершенно уверен, что, конечно, этот Блинкен, он, собственно, укр, ну, из древних, но вот ныне живущий То есть у него вся логика, как украинская Государственное телевидение задает допустимые стандарты дискуссии в России И они, начиная с 2014 года, опускаются все ниже и ниже Иного взгляда на войну в Украине тут быть не может А что случилось в 2014 году? В 2014 году вы силовым образом изменили геополитический порядок Европы После аннексии Крыма и Донбасса пропагандисты стали или искажать, или обсуждать исключительно удобные и тщательно отобранные факты, связанные с войной в Украине Все случайные эксперты быстро отсеиваются Ты все сказал? Нет, не все А теперь шел вон отсюда Пока я тебя не взял за нос и не выкинул, встал и вышел вон Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя не разорвать здесь С 2014 года, благодаря лжи пропагандистов, многие российские зрители до сих пор думают, что только Украина обстреливала мирных жителей в так называемых ЛДНР В то время как в оккупированном Донбассе практически не предпринимали ответных действий с помощью тяжелой артиллерии из путинского военторга На самом деле все было вот так Пропаганда и слово не сказала про массированный обстрел из градов и ураганов украинского Мариуполя в 2015-м Когда погибли больше 30 мирных людей и около сотни были ранены Но это была только репетиция В 2022-м российские зрители увидели на экранах совсем другой уровень цинизма и лжи Сегодня утром Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики В избежание жертв среди мирного населения Об этом накануне официально попросили главы ДНР и ЛНР В Кремле подчеркивают слово оккупация здесь неприменимо Но в немецком языке слово Überfall это абсолютно точное обозначение нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Нападение гитлеровской Германии на Польшу Использование этого слова априори в Германии в немецком языке в разговорах применяется только когда говорят про Германию Гитлера И использование этого слова в этом контексте это конечно очень опасный знак Потому что это явная попытка уже сейчас перевернуть эту историю таким образом Ну вот друзья из России Ну у нас был Überfall, а теперь и у вас это же нападение То есть мы как бы за это ответили, но теперь вы за это будете отвечать В мире уже давно поняли, что политика очернения целых народов, будь то евреев или туци, украинцев или англосаксов на государственном уровне и есть тот самый нацизм Но кому нужна мировая практика на федеральных каналах России? Пей Кохлов, спасай Россию Еще одно очень важное наблюдение, которое сегодня прозвучало у того же Шульца Он сказал, ну невозможно же представить себе, что будет война между двумя братскими народами А с каких это пор в Германии стали говорить о России и Украине, как о братских народах? Гости пропагандистских шоу методично стирают границы между допустимым и неприемлемым Ты можешь зайти в детский сад и потрогать детей После этого дети психически лечились, до сих пор лечатся, а пятерых потом изнасиловали Когда-то пропаганда заставила россиян разочароваться в демократии, выборах и развязала руки Путину Пропаганда это добавит страшнее любого оружия Теперь пропагандисты не признают свободу выбора украинских граждан И естественно неприкосновенность украинских границ, повторяя путинские нарративы Что мы легитимировали украинское государство Революция, революция 2004 года, ничего мы проглотим Порошенко, так сказать, пришел к власти, ничего мы проглотим Пропагандистские шоу вроде вечера с Владимиром Соловьевым Обожают нанимать определенных персонажей, которые играют свою четко заданную роль Например, так называемые украинские эксперты, которых в Украине почти никогда не видели Василь Вакаров и Вячеслав Ковтун, заработали целое состояние на том Что изображали в российских пропагандистских шоу недалеких украинцев и мальчиков для битья Вы покажите кукиш альянсу наторскому, 28 стран Когда они разместят ракеты, или будете помалкивать Сцепи две дырочки, а ракеты там разместят Как и разместили перчинги, так и разместят сейчас Только вы будете очень внимательно выбирать выражение И не говорите, что будет Ты что, шакал, дразнишься Ты что, натовец? Нет Слушай сюда Насчет двух дырочек Это мы тебя за две дырочки возьмем И озим хлопнем Что ты меня провоцируешь? Я тебя провоцирую Что ты меня провоцируешь? Ты мне больше рассказываешь, что мне делать, что мне не делать С 24 февраля 2022-го Вакаров входит к Соловьеву как на работу Рассказывать российскую статистику оккупации Украины В первый день войны играл роль потрясенного масштабным вторжением украинца Который, тем не менее, понимал, что это мира Путина вынужденная И утверждал, что она направлена исключительно против военных объектов Пограничные пункты, конечно, там наших войск нету Пограничные по-простому ретировались И вы свободно зашли в Сумы, зашли в Чернигов Без всякого сопротивления Город Киев, кроме Гастомеля Сам город Киев не атакован еще Ни одна бомба, ни один снаряд не упал Потому что задача не допустить жертву среди мирного населения Что касается центра Украины, скажем, ну ближе там Хмельницкий, Винница, Умань Они поняли это чуть позже По-разному были атакованы эти территории Но наиболее... Но только военная инфраструктура Как на работу к Соловьеву ходит и один из самых известных его гостей в студии Карен Шахназаров По поводу Крымского моста, ну это очевидно, террористическая акция Более того, что она в принципе по своему масштабу сопоставима с 11 сентября в Соединенных Штатах Некогда именитый режиссер Шахназаров снял ряд культовых картин в 80-90-х годах Многие из них высмеивали советский строй, последствия Брежневского застоя и партийную верхушку, которая удерживала власть Сам факт реабилитации рока энрола имеет большое политическое значение Могучее, великое государство Это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать Готов терпеть любые лишения Готов, наконец, отдать свою жизнь Но в 2000-м Шахназаров поддержал войну Путина в Чечне Затем окончательно переобулся в ура патриота Последние его работы мало интересны российским зрителям, особенно молодежи Но у режиссера есть палочка-выручалочка в виде поддержки государства Которая в приказном порядке показывает его фильмы в кинотеатрах Нельзя по каналам крутить сейчас фильмы про Рэмбо Но это неприлично в этой ситуации Еще один гость пропаганды Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков Надоело оплевывание нашей победы Что украинские бойцы победили Гитлера Что чуть ли не Бандера, а свалил фашистскую немецкую гитлорскую Германию А где Сталин-то? А где официально сказанное? Что Сталин? Как уже не ну, что верховный главнокомандующий Его безусловно в день победы ими должно звучать на Красной площади Потому что Советский Союз во главе с ним верховным главнокомандующим победил гитлеризм И вот всех вас там освободил Его 70-летие не прошло незамеченным ни на одном из федеральных каналов Метру пропаганды посвящали целые сюжеты На этом экзамене по актерскому мастерству Виталий Товиевич оценки не ставит Но строго всматривается в лица студентов Внимательно вслушивается в текст Перед ним будущие телевизионщики Пока первокурсники высшей школы телевидения МГУ Сам Третьяков о телевидении говорит никогда и не мечтал Со школы любил и математику и литературу На канале Россия 24 сюжет про юбилей постоянного гостя Соловьева и Скобеевой Делала уже запомнившаяся многим восходящая звезда пропаганды Евгения Петрухина Которая с улыбкой на лице рассказывала про замерзающих зимой украинцев Генерировать медиа-идеи Украине, видимо, будет все сложнее Потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество С этим проблемы Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так Зарядка телефонов в магазинах Ужин при свечах почти романтично Но вот только еду таким образом разогревать придется около часа Но особый фетиш для российской пропаганды Это так называемые западные эксперты Которые хвалят Россию и делают это вроде как со стороны И как будто не предвзято Одним из таких в программах Соловьева Стал выходец из СССР и бывший генерал израильских спецслужб Яков Кедми Он любит наведываться в Россию, чтобы заработать на безбедную старость Когда Кедми что-то говорил, умолкал даже сам Жириновский Вот что он рассказывал про расширение НАТО Перед полномасштабным российским вторжением в Украину Им предложили самый хороший вариант Вернитесь в 97-м Но если они обупрутся Они очень быстро могут себя найти в 45-м В 2021-м, когда Путин стягивал войска к украинским границам Яков Кедми, которого на российском телевидении Представляют как израильского политолога Прогнозировал моментальный разгром Украины и захват Киева Любое начало военных действий означает конец этой власти Абсолютной и бесповоротной в течение нескольких часов Это они знают У них нет никаких шансов И у их покровителей нет никаких шансов А вот что Кедми рассказывал уже через считанные месяцы На 13-й день войны Что делается вокруг Киева Ну, таким темпом можно ползти Я не знаю еще сколько То есть все больше и больше Это позиционная, а не маневренная война Если в города входить не собирались То что? Тогда не надо было начинать операцию Уже почти две недели С начала операции Ни одного города не взяли Ни в одном городе не сменилась власть Наоборот Все, что происходит Только укрепляет власть в городах Так какой оперативный план был? Мне не докладывали И так настроение тяжелое Ты сейчас меня своим пессимизмом Совсем в грусть вгоняешь Сейчас телезвезда Соловьева Кедми Чьи прогнозы относительно моментального захвата Украины Оказались полной чушью Ездит в качестве военного эксперта С лекциями по российским регионам И гребет деньги лопатой А еще дает инфоповоды для российских СМИ Напоминая о себе в очередной раз Оправданием преступлений Путина и его подельников Сама постановка вопроса Вывезли детей из района военных действий Слушайте, вы животные А дети должны были оставаться в районе военных действий Этот орден на арест Они могут его с таким же успехом напечатать На туалетной бумаге Это единственное, его используют Потому что никто в мире Никому не приходит в голову Что можно будет арестовать президента России Или кого-нибудь Кому напротив кого Выдали этот орден Однако бывают на пропагандистских ток-шоу И более-менее адекватные эксперты Один из них – военный обозреватель И полковник запаса Михаил Ходоренок Что касается трудностей, с которыми встретился оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Да и стран Европейского Союза В плане производства обычных вооружений В общем-то это прогнозируемое явление Я бы не стал недооценивать возможности военной промышленности Соединенных Штатов и Европейского Союза Выкрутиться Выдадут на гора Все, что надо В самом начале 2022-го Ходоренок писал про плачевные последствия Которые ждут Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину Он постоянно объяснял, почему россияне не готовы к войне Ни технически, ни финансово, ни морально Сейчас в экспертном сообществе много говорится о том Что гипотетические военные действия займут 5, 10, 15 минут И закончатся победой России Но я думаю, что в случае вооруженного конфликта Он примет длительные и кровавые формы В своей книжке Ходоренок в частности писал Что мужество генералов заключается в том Чтобы иметь свою точку зрения И уметь отстаивать ее перед политиками Но, как оказалось, это правило не работает Даже для самого полковника Ходоренка Который после вторжения России в Украину Не высказал ни слова протеста против неоправданной войны Ситуацию вот эту нельзя признать нормальной складывающей Когда против нас практически, ну 40 коалиций из 42 стран А наши возможности и военно-политическом, и военно-техническом плане Но все-таки ограничены Это такую ситуацию, ну нельзя признать нормальной И из нее в любом случае нам надо выходить В итоге теперь пропаганда придумывает басни Чтобы российских срочников бросали на войну в Украину Но всегда на войнах молодые Но у нас сейчас, я все понимаю Политическая обстановка, вечная боязнь, где-то что-то Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу Говорят, ну слушайте, ну дайте повоевать Ну мы полгода нас готовят Мы можем, знаем, умеем Наши отцы там, пустите нас туда Вот зачем бояться того, что они избежали Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся Но мы же в рай попадем То есть поэтому, ну смерть это кончание одного земного пути и начало другого Пушечного мяса и техники Путину не хватает настолько, что в российских границах Зазияли такие дыры, что через них могут легко проникать целые роты вооруженных людей При этом такие вылазки с территории Украины бывают крайне редко А в Киеве заявляют, что не ставят своей целью войну путинскими методами против мирных граждан А что ты скажешь? Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам И дедушка Путин Совсем усок Скоро, наверное, превратится в липовый мед После переполоха, который устроил русский добровольческий корпус в Белгородской области Стало ясно, что защита российской территории трещит по швам и разваливается, как карточный домик Но тут пропаганда как будто в рот воды набрала И забыла рассказать про регион Где несколько дней действовал режим контртеррористической операции И спешно эвакуировали людей Начинаем с главной политической новости дня Однако желание россиян страдать и погибать за политические амбиции Путина Иссякает с каждым днем А пропагандистов, которые ввели миллионы людей в заблуждение Ждет железная бронь на скамье подсудимых Международного трибунала в Гааге Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok